Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня делаем квестлайн, который был запущен в первый день события Тайны Азерота. Это событие будет длиться несколько недель, и каждый день нам будет открываться новый квестлайн. Но если вы в какой-то день офикашили, не заходили в игру, то не переживайте. Можно эти квестлайны делать в абсолютно любое время. Они настакиваются, они накапливаются, и можно успеть за теми людьми, которые делают просто-напросто квестлайны каждый день. Самый часто задаваемый вопрос, что мы вообще лутаем за эти Тайны Азероты, и что мы получаем? Во-первых, ачивочки, куда же без них. Во-вторых, различные коллекционные вещицы. Там, по-моему, будет маунт, и что-то еще довольно-таки интересное. Маунт альпака, а альпак мы, конечно же, любим. Надеюсь, своим вступлением я вовлек вас в процесс выполнения данного события, и что у нас получается к первому дню. Мы приходим в таверну, жареный барашек, говорим с мобом, потом еще раз говорим с мобом, открываем контейнер, летим в банк, ставим чашу на землю, возвращаемся обратно, говорим, что мы принесли чашу, нам дают копье. После того, как мы получили копье, мы тэпаемся в деревню клыкаров, в которой мы варим суп, и нам нужно отдать копье сидящему маржу в таверне, в которую мы спускаемся. Отдаем копье. Теперь нам нужно посетить других клыкаров, которые находятся в драконьем погосте, а драконий погост находится в Нордсколе. Показываем копье клыкару из Нордскола, он говорит нам о том, что мы должны доставить копье к статуе. Доставляем копье к статуе, находящейся в Борейской тундре. Нам предстоит довольно-таки долгий полет, около трех или четырех минут. В это время можно отвлечься и заняться своими делами. Или же, например, подписаться на канал и поставить лайк этому видосику. А почему бы и нет? Получается так, что мы долетаем до этой статуи, выкладываем копье, получаем достижение, получаем прогресс в другом достижении, а также мы можем заметить игроков, стоящих рядом с этой статуей, и убив впервые этого мобчика приходящего, мы лутаем кошелек. В нем находится 200 золота. Приступим к выполнению секретов второго дня в событии Тайны Азерота. В основном мы будем крутиться в Вальдракене, но все же нам придется посетить пещеру Заралек, а также равнины Онары, и немножко придется вылететь из города. В целом самое главное слить из-за координатами, которые находятся над кругом с этим левелом, и все будет замечательно. Говорим с мобом, с Бобби, даст нам записку, потом мы говорим с Ругосой, нам нужно будет принести особые реагенты для изготовления особого блюда. Нам потребуется сыр, который мы покупаем прямо в городе. Далее мы телепортируемся в пещеру Заралек, или сами летим, можем использовать все, что у нас есть в наличии. В Лааме, в пещере Заралек, мы покупаем грибочки. Далее мы перемещаемся в равнины Онары, и в равнинах Онары нам нужно купить филе. После закупки абсолютно всех реагентов у торговцев, либо после закупки абсолютно всех реагентов на аукционе, мы телепортируемся в город. В городе мы отдаем реагенты Ругосе, этой учительнице кулинарии, и она делает для нас 10 порций особого блюда. Нам потребуется всего лишь 5 порций для учителя инженерного дела. Отдаем и получаем первый предмет зеленого качества. Для получения второго предмета зеленого качества, нам для начала нужно поговорить с грифоном. У него в клюве находится нужный нам предмет. Нам надо принести ему рыбку. Чтобы достать эту рыбку, мы должны убить моба с именем Голодная Тиранья. Немножко вылетаем из города, спускаемся в водичку, там их будет несколько штук. Убиваем, лутаем нужную рыбу, вновь общаемся с грифоном, и получаем нужный нам предмет. Для получения третьего предмета зеленого качества, нам нужно поговорить с гоблином, который находится рядом с лавкой ювелира. И в тот момент, когда мы с ним говорим, у нас имеется нереальный сюжетный выбор. Либо мы сразу ему платим 1000 золотых монет, либо мы гасим его долг. По словам гоблина, долг равняется 200 золота. На самом деле, он чуточку больше, но мы все равно сэкономим львиную долю золотых монет. Поэтому, конечно же, платим его долг. С целью того, чтобы оплатить его долг, нам нужно вернуться в таверну Жареный Барашек. Там имеется странная статуя. Это вход в секретную таверну. Кликаем на эту странную статую, вводим команду Поклон. Нас переносит в VIP-комнату. Там также имеется хозяин таверны, и поговорив с ним, мы гасим долг. В тот момент, когда мы погасили долг, подходим обратно к двери, нас тэпает в таверну, обычную самую Жареный Барашек. И мы возвращаемся к гоблину, забираем деталь и объединяем все воедино. В тот момент, когда мы объединяем три предмета в один, мы получаем новое задание, которое, конечно же, летим выполнять. В тот момент, когда мы выполняем задание, получаем игрушку. Игрушку, конечно же, сразу используем, потому что через какое-то время нам сразу же дадут новое задание. Наша задача будет разгадать загадку, которая находится прямо в Альдракене. И нам нужно будет летать по стрелочкам, которые идут по порядку, которые пронумерованы. Летать нужно именно в этом порядке. Они немножко спрятаны от обычного взора, но на видео все прекрасно показано. Координаты в целом видны и места, я думаю, абсолютно всем знакомы. В целом, если дать какой-то итог этому второму дню, то мы просто много летаем в довольно-таки малой площади. То есть много-много летаем просто-напросто в городке. Какой-то такой вот денек получился. День 3 довольно-таки легкий. Я его сделал за 3 минуты, а вам расскажу, как сделать за полторы минуты. Идем к Бобби в таверну, нам дается задание. Летим, сдаем. После этого мы возвращаемся в таверну и поднимаемся на второй этаж. Либо можем сразу же аккуратно влететь в окно. Только аккуратнее, а то он может подфризить. Влетев в окно, нам нужно найти кровать с сундуком. В этом сундуке будет лежать знамя. После того, как мы забрали знамя, мы летим к зеленой точке, которая на текущий момент отмечена на карте. Там нас будет ждать Гоблинша. Поговорив с ней, она даст нам дальнейшие распоряжения, дальнейший квест. Выполнив его, закинув знамя обратно в сундук, мы должны будем прийти к изначальной Гоблинше, к Лаксе, которая завершит текущий день, и мы получим прогресс достижения. День номер 4. Сегодня нас интересует хозяин таверны. Взяв у него новый итем, мы летим на берега пробуждения. Нашей задачей будет проюзать 3 рычажка. Первый рычажок находится в полуразрушенном здании, его координаты 57, 25. Второй рычаг охраняется мопцами, убиваем их и используем рычаг. Находится он по координатам 58, 24. Третий рычаг также охраняется и находится по координатам 56, 20. После использования всех трех рычажков, выходим из этого полуразрушенного дома и летим в таверну. Нас интересует камин. Рядом с этим камином будет факел по левую сторону от него. Аккуратно разворачиваем камеру и забираем этот факел. Факел является квестовым итемом, и нам нужно вернуться в Альдракен. Используем камин возвращения, если он у нас туда привязан. Отдав факел, мы получаем его в виде игрушки. Сразу же используем игрушку. Также получаем новое задание на поиск секретного сундучка. Он находится в городе, поэтому нам не составит труда его найти. Летим по зеленой точке, и сундук будет подсвечен. Немного подождав анимацию, мы используем сундук, забираем содержимое и летим обратно в таверну. Таким образом, мы завершаем четвертый день. День 5. Тайная Азерота. Начало все так же идет в таверне, в жареный барашек. Подходим к мапцу, забираем итом и летим в лазурный простор. Правую его часть там находится в Актрас. У нас есть два варианта туда прилететь. Либо мы летим сами, нажимая там единичку, троечку, двоечку на драконе. Либо, если у нас хорошо прокачана репутация с драконией экспедицией и открыты телепорты, то мы можем просто-напросто телепортироваться, как это сделал я. Когда мы прилетели или телепортировались в Актрас, то летим к двери. Это будет наш ориентир. От двери мы идем вправо. Само собой, мы используем обе игрушки. И факел, и мыслительную шапку, которую мы получили по квестлайнам. Одну и вторую игрушку используем. Бежим к сломанному столбу, к сломанному пилару. Там загорится сапфир, появится камень. Юзаем камень, получаем квесты там, телепортируемся обратно в городок и сдаем задание в таверне. Это весь пятый день. День шесть. Тайная Азерота. Летим в равнины Анары, либо используем телепорт с первого сезона в наступление клана Кхуд. Первая точка, которую нам нужно подсветить с помощью факела, находится по координатам 32-68. В тот момент, когда мы подсвечиваем этот горшок, этот алтарь, мы можем от него спокойно отбежать. Второй находится по координатам 31-71. Также аналогично подсвечиваем его, он у нас проявляется, мы убегаем. Третий находится по координатам 35-66. То есть заходим внутрь этих домиков, подсвечиваем три этих подношения, три горшка и уходим. Четвертый нужный нам объект находится по координатам 40-59. И в тот момент, когда мы подсвечиваем четвертый объект, рядом появится идол, который нам нужно забрать. Он является квестовым итомом. И после того, как мы его забрали, мы должны принести его в таверну. В основной городок Драгонфлайта. Приносим, получаем новую игрушку, которую, конечно же, сразу используем. Также нам дают новое задание на поиск трех объектов. Можно даже не садиться на маунте, пробежаться пешочком. В целом, эти объекты видно, эти итемы. Собираем, сдаем. На этом оканчивается шестой день. Делаем события седьмого дня в ивенте Тайная Азерота. Говорим с оберегательницей. И нам после этого нужно лететь в сторону Мегаподземелья, Рассвет Бесконечности. Там, в песочке, нам потребуется найти три предмета. Смотрим внимательно по видео. Смотрим координаты, где они находятся. Смотрим на эти деревья, находящиеся на видосике. Собираем абсолютно все три объекта. Объединяем их. После этого телепортируемся обратно в таверну. На этом все. События седьмого дня кончаются. Какие-то они слишком быстрые. Вам так не кажется? День 8. Для начала идем в таверну, как всегда. Берем квесту Бобби. И летим к оружейнику, который находится в кузнице в городе. Сдаем задание. И нам нужно попасть в равнины Анары. Либо телепортируемся, имея портал с первого сезона с закрытую двадцатку. Либо летим. Летим к полуразрушенному зданию. Не забудьте использовать игрушку. Факел. Используем факел. И подсвечиваем себе первый предмет. Первый предмет я даже на него специально поставил меточку, чтобы было наглядно видно. Далее нам нужно перейти ко второму предмету, который находится в этом разрушенном здании. Идем и используем эту каменную глыбу. Аналогично. Поставил меточку. Мы получаем квесты там. После этого переносимся в таверну, используя камень возвращения. Надеюсь, он назначен у вас именно в эту точку. Все. События восьмого дня окончены. Как-то реально очень и очень быстро. Сегодня разгадываем девятый день событий Тайны Зерота. Для начала в таверне нам нужно поговорить с Бобби. После этого нам дается задание, которое завершается у оружейника Корифа в кузне. Далее нам нужно прилететь в берега Пробуждения. Мы, конечно, можем использовать тпшечку в Нилтаре, если он у нас проведет в этом сезоне. А если нет, то просто летим к озеру с Василисками. Корнаты есть на экране. Мы прилетаем и наша задача найти розовую золотую пыль. Конкретно нам нужно найти 50 единиц. И такие маленькие осколки, которые валяются на земле. Нужно включить свои глаза на максимальную мощность. Можно использовать идол Анары. Он нам поможет. И ищем, собираем. Собирать можно вместе, поэтому если кто-то нашел на каком-то другом слою, то можно подинвайтиться и вместе забрать требуемый итем. Как было сказано ранее, нам потребуется 50 пыли. Игра решила надо мной подшутить и выдала мне 49. Поэтому пришлось лутать еще один контейнер. Далее нам нужно прилететь к водичке, где идет соприкосновение с лавой, магмой этой застывшей. Там находим жгучий плавень. Небольшие серые кучки. Собрав 4 таких кучки, мы гарантированно вылутаем 8 нужных нам жгучих плавней. 8 нужных нам предметов. Первый берег находится сверху, если мы обратим внимание на карту. А второй берег находится снизу. Вспоминаем события осады драконьей погибели. Летим аккуратно, чтобы нас не сбили с паунта. И забираем нужные оставшиеся жгучие плавни. После сбора всех предметов летим к кузне хранителя земли. Именно там мы будем выковывать нужный нам ключик. В награду мы еще и трансмок получим. Довольно-таки интересный, приятный и красивый. Такой вот хороший бонус по завершению 9 дня. Прилетев к кузне хранителя земли, выполняем квест. Кликаем по кузне, жмем экстра баттон. Не забываем вжать игрушку, факел. И на этом все. День 10. Начало, как всегда, в таверне. Говорим с оберегательницей Катас. После этого летим в равнины Анары. А именно, в главную деревушку, Марукай. Там нам нужно поговорить с ханом Сансок. После того, как мы с ним поговорили, покликали, покликали диалоги, нам выйдут знамя. И нам нужно отыскать Джихару. Джихара, хозяйка таверны. Летим по координатам. С ней теперь разговариваем. Разговариваем, разговариваем. Она еще нам дает итам. И потом, по идее, мы должны летать по пирамидам. Но это все можно скипнуть. Просто-напросто мы можем прилететь в пещеру, где пауков куча, где еще локалка находится. И там, поднявшись наверх, находясь вне боя, мы используем знамя. На этом все. День 10 окончен. Нам ничего не нужно искать. Просто пару перелетов, и все готово. День 11. События Тайны Азерота. Говорим с Бобби, и он предлагает нам перейти в Каражан. Старый Каражан. Там нам потребуется найти 4 книжки. Старый Каражан довольно-таки запутанный рейд. Но в целом довольно-таки легкий, потому что на текущий момент там ввели карту. Входим в рейд. Убиваем сразу Мороуза. После этого прыгаем к опере. Проходим. Говорим с Барнсом. Убиваем сценку. Убиваем босса, который вылезет. И поднимаемся выше, выше и выше к смотрителю. После смотрителя нас ждет огромная комната, библиотека. Именно там мы будем искать 4 книжки. Очутившись в библиотеке, мы будем бегать по меткам. Самая первая книжка, которую нам нужно юзнуть, находится в квадратике. Помним о том, что эти книжки нужно использовать в правильной последовательности, поэтому ходим строго так, как показано на видосике. Далее движемся ко второй метке. Используем книжку. Далее пробегаем к третьей книжной полке, которая находится в метке ромб. Используем там книжку. И ластовая четвертая книжка находится в треугольнике. Взяв ластовую книжку с книжной полки, мы получаем квест. Используем. Она становится квест-итомом с английским описанием. И мы телепортируемся в столицу Драгонфлайта. После этого сдаем задание, и мы великолепны. Одиннадцатый день завершен. День двенадцать. Довольно-таки интересный, по той причине, что после разговора с Бобби и после сдачи квеста Клакси, вернувшись в таверну, юзнув в статую, мы можем сразу же юзнуть последнюю бумажку. И завершить этот день. Но, наверное, в рамках видосика все-таки стоит поговорить обо всех бумажках. Так вот, сдав квест Клакси, после этого мы летим к аукциону. Войдя в него, на ящиках слева будет лежать первая нас интересующая записка. Абсолютно все бумажки находятся в городе, и нам нужно улететь в его правую часть. Там, в ящичках, лежит нужная нам записка. После этого перелетаем в верхнюю часть города, заходим в дом, и аналогично на ящиках лежит следующая нужная нам записочка. Далее заходим к драктирам, которые заинтересованы в энергии стихий. И сразу, повернув камеру направо, можно вылутать бумажку. Глубоко заходить в этот домик даже и не нужно. После этого летим на рынок ремесленников. Там будет предпоследняя записка. И находится она не в каком-то шатре, а позади, на ящиках валяется. Последняя записка, по идее, к которой можно было приступить после сдачи квеста Клакси, находится в таверне. Но при этом нам нужно проведать статую, прописав команду поклон. Зайдя в вип-комнату, мы забираем последнюю записочку. После этого уже мы получаем квест, и сдать квест не проблема. Открываем карту, летим. После этого мы завершаем 12-й день. День 13-й. Берем задание у хозяина таверны и летим к горе. Наша задача исследовать пещеры. При исследовании пещер мы берем в руки факел, подсвечиваем нужные нам таблички. Изучив таблички, проюзав их, мы юзаем кучки земли. С этих кучек земли мы будем забирать части нужной нам сферы. Мне более нечего сказать, кстати, на этого дня фантазия моя уже просто на пределе возможностей. Летаем, лутаем, собираем сферки, ходим по пещерам. Все просто. Специально даже увеличил координаты. С той целью, чтобы вам было намного проще. После того, как мы собрали все три частицы зеленого качества, мы их объединяем. Получаем квест-итом. Тэпаемся в город. Ну или летим обратно, лететь в целом недалеко. И сдаем. Задание мы завершили 13-й день. И хозяин таверны куда-то уходит. День 14-й, завершающий. Используем факел, говорим с оберегательницей. И после этого летим в Тирхолд. Там нам нужно пролететь по всем статуям. 8 штук, 8 сфер. И со всеми сферами нужно провзаимодействовать. После этого летим в центр, к кузницу. Там находится огромная маска. Подойдя к этой маске, мы получим баф на целый час. То, что мобы Тирхолда не будут нас трогать. И теперь начинается самое веселое. Не зря я увеличил координаты. Летаем по координатам, летаем по разным этажам. И нам нужно вылутать суммарно 4 синих предмета. Один из этих синих предметов мы соберем из двух зеленых частиц. И еще один предмет синий мы соберем из двух зеленых частиц. Таким образом, нам уже нужно собрать не 4 предмета, а целых 6. То есть, нам нужно посетить 6 разных комнат. Следим за координатами, летаем по разным этажам, заходим в эти комнатки. Если зайдя в комнатку, нам не удается найти предмет, то используем идол. Идол направит нас в правильное направление, в то, которое нам нужно идти для пролудки разбитой чаши, разбитого этого объекта. Вылутав все это, объединяем. И собрав 4 синих объекта в своей сумке, направляемся дальше. Само собой, координаты всех этих 6 предметов я закину в описание к видосику. Объединив все, получив все, взлетаем вверх и заходим в домики. В этих домиках находятся панельки. Этап довольно-таки простой, потому что домики видны издалека и панельки в целом идентичны. Мы просто-напросто взаимодействуем с ними, тратим синие предметы, которые находятся у нас в сумках. После взаимодействия с 4 панелями нам нужно прийти к главной панели, которая находится в центре, на самом верхнем этаже. Используем сферу, она дает нам квест. Потом повторно используем сферу. И к нам приходит этот самый хозяин таверны, который в прошлый день стырил у нас сферу. Теперь-то мы забираем сферу, победив его в честном бою. После этого взаимодействуем с предметами, которые наложены на этой панельке. Сдаем задание, получаем достижения, маунт-альпаку. И на этом тайны Азерота кончаются. Наконец-то мы сделали абсолютно все. Мы получили награды и очки достижений, конечно же, куда без них. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!